50 забегов новичка в Dead Cells, но я решил принять непростой челлендж. Он заключается в том, что если я за 50 забегов не пройду первую клетку, то должен буду выпустить ролик о том, как я полностью прошел Dead Cells на 100%. Думаю, так добавив азарта, будет интересно и мне, и вам. Поэтому приятного просмотра. До начала забегов я немного потренировался, после чего уже запустил свой первый забег. В нем я изучал кнопки, пробовал парировать, убивал своих первых мобов, но еще я нашел сундук, где лежали, как мне показалось, мощные клинки. А помимо них я нашел еще и магазин, где все стоило очень дорого. И я снова пошел кромсать мобов. А поубивав еще немного и побегав по уровню, я нашел какую-то капсулу, в которой лежали свитки на выбор. Каждый из них процентно добавлял хп, а также давал урон определенному типу оружия. Но я без раздумий выбрал первый, потому что он круто назывался, и у меня в инвентаре как раз-таки был клинок на брутальный урон. А дальше я нашел еще один, но взял уже живучесть, потому что она добавляла много хп. Как минимум, я так думал. Позже я научился делать кувырки и нашел проход на следующий уровень, который назывался очень пафосно, тропа обреченных. Зайдя, я попал, по всей видимости, в предлевел, где можно что-то купить и улучшить снаряжение. Но еще я нашел чела, который за клетки, которые падают с мобов, может давать улучшения навсегда. Также он может открывать какие-то оружия, способности и так далее, благодаря чему я апнул свою фласку до следующего уровня. И как только я научился ей пользоваться, сразу отправился на следующий уровень. Он выглядел уже более красиво и от него веяло одной игрой. Но пройдя дальше, я нашел шипы и понял, что это еще и слегка платформер. А поубивав мобов, которых защищал тотем, я прошел дальше, где меня ждали новые, более сложные мобы, а также гранатка. Она не была очень сильной, но вполне хорошо выполняла свою задачу. А еще поубивав мобов, я поднялся на какую-то башню, где нашел проход на следующий уровень. Зайдя туда, я снова появился в предлевельной комнате и обнаружил, что выполнив определенные условия, я могу получить какие-то бонусы. Но временно я решил на это забить, потому что для меня в тот момент наухитать и быстро проходить левел было колоссально сложной задачей. И после того, как я потратил свои клетки, я снова встретил чела с мутациями, где в этот раз взял ускоренную перезарядку навыков при убийстве в ближке. Навыки, если что, это предметы, которые лежат в двух последних слотах. У них как раз таки и есть кд на перезарядку. После чего, найдя гору трупов ГГ, который, похоже, застрял в временной петле, иду дальше и хилюсь, после чего отправляюсь на следующий уровень. Там я опять встретил новых мобов и нашел новый щит, который не сильно отличался способностями от моего. Но все же я решил его взять, потому что бегать с деревянным как будто такое себе решение. И опять побегав и поубивав мобов, я с легкостью перешел на следующий левел, который, кстати, очень подозрительно назывался. И после еще одного улучшения фласки и ломания двери, которую не надо ломать, я забрал мутацию и все-таки зашел на следующий уровень, где, угадайте что, меня ждал очень сильный для меня на тот момент босс. Для новичка до него дойти это вообще неплохо, так что не надо писать в комментариях, что я казуал. Я вообще-то почти его убил. А на втором забеге, после спавна, если это так можно назвать, меня встретила какая-то воительница и намекнула на то, что я играю в рогали, где все немного меняется после смерти. Правда, я каким-то волшебным образом додумался до этого сам, поэтому ее слова меня не сильно удивили. Но что меня удивило, так это то, что в этот раз я нашел проход уже в другую локу, где нашел комнату с выбором лута и чертеж. Лока была посложнее тех, в которых я был до этого, зато клеток на новый меч у меня было достаточно, который оказался неплохим оружием, но я остался при своем. И попав на следующую локу, где я понял, что она очень сложная, я, видимо, нашел свою самую нелюбимую локу в игре, где, помимо каких-то странных мобов, везде были разлиты яды. Но умер я от того, что меня просто закомбили мобы до смерти. А в начале третьего забега я нашел крутой меч, который был явно получше моего. Рядом с ним лежала еще и лимонка. Ну, я на радостях побежал дальше, где нашел еще и штуку, которая замораживает врагов. Правда, по своей глупости, я подумал, что буду очень силен для той, в кавычках, топовой локи. Но... да... Я опять умею. В следующем забеге я нашел замораживающую гранату, труп воительницы, которую пнул ГГ, новый меч, если точнее его чертеж, и уже на следующей локе турельку, которая очень хорошо вешала дебафы. Но в итоге, пройдя дальше на следующую локу, я слился как овощ, в очередной раз показав свой топовый скилл против нового моба. На пятом забеге мне вначале повезло на сундук с говном, а уже на следующей локе повезло на проклятый сундук, в котором уже было не говно. Он, кстати, вешал проклятие на ухита, я тогда о нем даже не знал, но, к удивлению, я с ним справился. И несмотря на то, что я потом слился боссу, которого опять почти убил, хочу пояснить, что скелетики справа снизу обозначают количество убитых мобов подряд без урона. Поэтому, как говорится, поставь лайк, подпишись на бусте и оставь комментарий, а то завтра у тебя под подушкой не будет айфона 17. А на шестом забеге я опять почти убил босса, как и на седьмом. Зато на восьмой забег мне очень повезло с оружием, потому что я нашел гвоздь из Hollow Knight. Он наносит нормальный урон критами, и условия крита у него тоже адекватные. Плюс в снаряжении появилась вот такая ловушка, которая, во-первых, повышает по мобу урон, а во-вторых, не дает мобу делать ничего. То есть на несколько секунд он становится грушей, по которой больше проходит урон. Этого мне вполне хватило, чтобы с легкостью победить привратника. Но он был не просто побежден, а прям попущен. Я не знаю, как это еще объяснить. И собрав лут, который с него выпал, я пошел дальше, где очень легко разгромил следующую локу. Там хоть и были новые мобы, но мне было довольно просто ее зачищать. Правда, когда я попал в следующую, где все уже было совсем не так гладко, меня там встретили очень тяжелые мобы, через которых я еле как дошел до локи, где, похоже, был босс. И да, я не ошибся. Чего? Что за кал? Охренеть! Блин, опа. Что за... Блин, ну как ты, блин? Я нифига не понимаю. Да, я успел отхилиться. А, я не понимаю, что происходит. Я на... Я на рандомичах. О, я убил! Я убил! Офигеть! Такого жесткого сопротивления я не ожидал, но, опять же, благодаря топовому снаряжению я ее убил. Причем очень даже быстро. И собрав лут с босса, иду дальше, где попадаю на очень тяжелую локу. Мобы тут могут бить чуть ли не через стены. И я тут тупо из-за незнания новых мобов сливаюсь как овощ. Сейчас я должен перейти к 9, 10, 11 и 12 забегу, но их я пропущу, потому что там происходило ровно то же самое, что и обычно, но я их в конце руинил. Только прошу вас, держите в голове, что с каждым забегом я трачу клетки, и с каждым забегом я открываю новое оружие. Поэтому не удивляйтесь, что у меня, к примеру, в рандомный момент появятся биты, которые дают криты по оглушенным врагам. Или фласка третьего левела, или вообще четвертого. А я пока перехожу к 13 забегу, где, несмотря на его номер, мне сначала повезло на колабное оружие, а потом я еще и добыл щит, который замораживает врагов. Плюс я забрал хороший билд-мутации, о которых я вообще до этого не говорил. Но раз уж я их упомянул, скажу. У вот этого мобика можно взять три типа усилений. Брутальность, тактика и живучесть. Мы будем брать очевидно брутальность, но в тот момент я зачем-то брал некромантию. Хотя, видимо, понимал, что она не сильно работает. А помимо вот этого хила вампиризма, я брал еще и комбо, которое дает больше урона за каждый следующий удар мобу. Оно очень хорошо помогает против боссов. Ну и как вишенка на торте, мутация, которая дает гигантский бонус урона на 8 секунд после получения урона. Чуть позже они сыграют свою роль, а пока можете забыть про их существование. Теперь же меня ждал мой родной превратник, которого я убил и с легкостью пошел дальше, где я с нифига не легкостью зачистил деревню на сваях, а потом еще и часовую башню. Но, на удивление, хранительница времени в этот раз была очень простая. Видимо, мне просто везло на билды, потому что без них я пробовал ее убить, и это очень тяжело. После чего я на плюс морали пошел чистить королевский замок. В этот раз я был намного больше готов, чем в прошлые разы, и спокойно убил двух мини-боссов для ключей, при помощи которых я как раз таки и открыл дверь и снова попал в подозрительную локу. Просто так же не называют их тронным залом. Спойлер, я был прав. Убил с первой попытки. Охренеть! Я убил! Охренеть! Что это? Охренеть! Да, я убил ее благодаря удаче и снаряжению, но факт в том, что убил. Так что нулевая клетка пройдена. И можно переходить к первой, которая будет в разы сложнее нулевой. Итак, после того, как я получил клетку, я отправился к фонтану и посмотрел на очень непонятную катсцену, которая показала, что мы, мол, прошли игру, мы молодцы, но я пришел за другим, а именно за прохождением первой клетки. Поэтому сливаемся в фонтан, меняем костюм и только на 15-й забег активируем первую клетку. Потому что до этого я просто не понял, как это сделать. Теперь мобы станут сильнее и появятся новые, а также станет меньше хилок между ловелами. Со стороны это может показаться легким усложнением, но поверьте, это совсем не так. Ну а в доказательство скажу. После спавна я сразу же нашел мини-босса. Такого еще ни разу не было. После чего я встретил невидимок, которых тоже ни разу не было, а они в рандомный момент вылазят не пойми откуда и просто стреляют издалека. И хоть по чуть-чуть я продвигался по локам, шел более-менее уверенно, меня подкосило то, что я был, во-первых, с другим нестандартным для меня оружием, а во-вторых, я встречался с новыми мобами, чьи атаки я не знал, то есть я терял много хп, а хилок, я напоминаю, стало меньше. Зато 26 августа, прежде чем я перейду к 16-му забегу, я решил купить далсишки. Потому что, блин, вот было бы неплохо еще локи посмотреть. Но знал бы я, насколько разработчики... Потому что это были деньги впустую. Ибо в настолько сложные локи мне в будущем даже заходить страшно было. В общем, увидите сами, а я пока вернусь к 16-му забегу, который я благополучно слил из-за своих же ошибок. Зато в 17-м я решил пойти в новую локу, от которой, вы не представляете, я был в полном восторге. Потому что меня так еще ни в одной локе не дамажили. А добивочным вообще стало то, что в магазине стоял моб. Тогда я даже не думал, что такое вообще может быть. Кстати, после этого я попробовал вернуть деньги, но у меня так и не вышло. Так что, если хотите купить мои траты, то бусте в описании. Там я, напоминаю, коплю на микрофон. Ну а теперь 18-й забег, где я опять слился в локе из DLC. Меня тут убило вообще непонятно что, вообще непонятно откуда, и я просто офигел. 19-й забег я отказываюсь комментировать, на 20-й я столкнулся с бафнутым привратником, на 21-й я пошел в 3-ю локу из DLC, критическая ошибка, а 22-й, 23-й и 24-й я тупо зафейлил. Давайте это пропустим, потому что я привыкал к мобам. Зато на 25-м забеге я дошел аж до часовой башни, где, конечно, слился, но в тот момент я был доволен, потому что, если посмотреть на прошлые попытки, окутывает ужас. Ну а на 26-м забеге я, дурачок, пошел в банк, который был для меня новой, великолепной, прекрасной дорогой прямо на спавн. Я больше ни разу не пойду в эту локу. Но конкретно в этот момент я понял, что 50% забегов позади, а мне надо что-то делать, потому что следующие 4 забега я сливался как овощ, из-за чего у меня возникла очень хорошая мысль, а именно мысль потренировать боссов и мобов. В игре, к счастью, такая возможность предусмотрена, поэтому после тренировки парирований на привратнике, что за гений это писал? Следующие 3 забега прошли очень даже ужасно. Я опять сливался, но зато в 34-м забеге я дошел уже до десницы короля, а все благодаря тому, что я придумал какую-никакую тактику. И хоть в 34-м забеге я слился, мне просто не хватило опыта. И после пары часов тренировок у меня все же получилось. А как это произошло, посмотрите сами. ГГ, 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 ребята, ГГ. Я убил. Я прошел, я прошел.